Карп, плывущий против течения, может стать драконом, а дракон, плывущий за карпом, может стать просто мокрым. Так и с бойцами, когда дерешься с тем, кто сильнее, становишься сильнее, а когда избиваешь того, кто слабее, просто получаешь удовольствие, но не всегда. Привет, Соловьи в тени папоротника, с вами Федорович, а в этом видео мы посмотрим на 4 боя между представителями Винчуна, которые сойдутся в битвах против кикбоксинга Муай Тай и Ушу Саньда, а кто сильнее и слабее, решайте сами. Посмотрите, самые секретные, смертельные, невероятные и всемогущественные техники лучших мастеров со всего мира, постигая их величие и вбирая в себя силу Чи. Песнями Лису не накормишь, поэтому Соловьи долго не живут, как и бойцы, которые много говорят, но мало делают в ринге. А в нашем поединке между бойцом Винчун в фирменной черной одежде и представителем кикбоксинга в золотых шортах, оба бойца делают дело. Конечно, тот момент, что кикер в боксерских перчатках и накладках, а кунг-фуист без перчаток и накладок, немного смущает. Ведь вы понимаете, что сила удара в перчатке и голым кулаком совершенно разная. Но шлемы с пластиковой защитой лица спасают обоих от серьезных нокаутов. Боец Винчун Он уже молодец только тем, что старается держать центральную линию и свою родную стойку, невзирая на то, что регулярно получает через такую защиту в голову и по ногам. Но как младенец быстро учится у взрослых, боец Винчун быстро учится у кикера и сам уже добавляет кики ногами. Хотя, насколько мне известно, в традиционном Винчун нет круговых ударов ногами, только прямые. Но побеждать как-то надо. Оба бойца подустали. И это неудивительно. Ведь прошло уже две минуты боя. А это вам не рюмками махать, когда часы летят незаметно. Обратите внимание, что кунгфуист наносит удары раскрытой ладонью. Интересная тактика спасти кулаки. Но в данном случае бесполезно. Ведь через закрытый шлем удары ладошкой абсолютно нечувствительны. Хотя, кто его знает, может он владеет ладошкой тигра. Бой закончился. А победителя вы будете определять сами в комментах. Любая крайность превращается в свою противоположность, как и в боях. Осуждающий сильнейших сам становится на их путь, чтобы стать еще сильнее и одержать над ними победу. Второй бой между мастером Винчун в белой футболке и бойцом из Ушу Сэнда в синих шортах. Запутаться в бойцах будет тяжело, но после кабака дяди Бори возможно. Поэтому я буду напоминать. В этом бою оба бойца в одинаковых условиях. То есть в боксерских перчатках и без защиты на ногах. Конечно, многие из вас скажут, какой же это Винчун в перчатках. Ведь мастер не может применить касание пяти драконов. Но он знал, куда шел и сам одел перчатки. А мог, как его предшественник, оставить за собой право ломать череп голым кулаком. Хотя, может, это его хитрый план и он владеет техникой кувалды, для которой как раз и нужны перчатки. В общем, по ходу боя поймем. Когда в небе парят дикие лебеди, даже жабы смотрят с открытым ртом. А когда ты криворукий режиссер, который насмотрелся голливудских фильмов, не лезь в съемки боев. Мне бы хотелось рассказать вам про бой, но то, как режиссер делает из него мелодраму с этой улыбающейся бабой. Которая должна как бы переживать, но и на самом деле насрать на своего парня-винчуиста. И она не нарадуется, что хоть кто-то ему надает лящей за разбросанные по дому носки. Второй раунд у нас начинается с прессинга бойца Саньда. Видать, ему надоело, что снимают не его как бойца, а каких-то кентов-винчуиста. Все-таки эти китайцы знают толк в экшенах. Из довольно слабенького боя, в котором бойцы или не хотят, или не умеют друг друга бить, чуваки сделали такое шоу с эмоциями от зрителей, как будто это был финал Мортал Комбата, от которого зависела судьба всей Поднебесной. Отличный миддл кик от бойца Саньда по печени, наконец-то ставит точку на славе подружки-винчуиста и жирную точку на самом бойце, которого дома ждет по-настоящему жестокий бой за то, что не смог отработать три раунда и забрал время славы у подружки. Когда опасность минует, забываешь извлечь из нее урок, а получив от кого-то помощь и решив свою проблему, забываешь о благодарности. Так часто бывает у бойцов, которые забывают тех, кто привел их к славе и победе. А у нас третий поединок между бойцом-винчун в черных шортах и повязке и кикбоксером в белых штанах. Пацаны работают в беспалых перчатках и без шлемов, поэтому бой должен быть серьезным и по правилам ММА. Нужно отдать должное бойцу-винчун. Он постоянно прессингует и давит фирменными многоударными прямыми, отчего кикер пятится и уходит в защиту. Почему он не бьет ногами, для меня загадка. Может это начинающий боец, который пока освоил только технику рук, но ними он работает совсем не уверенно. Как у червяка есть наметки на красное яблоко, так и у меня есть догадка, что все дело в черной бандане, которая нагоняет невероятный страх на кикера и не дает ему раскрыться. Но пацан, тебе надо радоваться, что кунг-фуист не одел жилетку с драконами, а то бы ты вообще обделался. Как и любой дождь однажды кончается, так и наш бой подходит к концу. А вы определяйте победителя в комментах. Когда планируешь завтрашний день, черный кот смеется, ведь все равно все будет так, как должно быть, а не так, как тебе хочется. А у нас заключительный поединок вечера, за который вы должны успеть доесть свои чебуреки с чаем. Как вы сами видели, мастер кунг-фу включил режим молниеносной смерти пяти богомолов и с первых секунд нанес феноменальный удар ногой навстречу, после чего доработал взрывной серией руками, заставляя бойца муай-тай летать по всему восьмиугольному рингу, который можно увидеть только в Китае. Но тут уже не до шуток, это был конец. Быстрый, беспощадный и красивый. Пацан в синих шортах не смог пережить первый удар ногой с разворота, который после этого боя назовут разящий хвост Скорпиона. Пишите в комменты результаты боев и когда уже вы бросите жрать эти пирожки и пойдете на Винчун. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео с друзьями. А если вы хотите стать чемпионами по ММА или по боксу или муай-тай, в общем вообще не важно в чем, или лучшим в истории человечества уличным бойцом, тогда подписывайтесь на канал Грандмастера по ссылке в описании и узрите самые секретные, смертельные, невероятные и всемогущественные техники лучших мастеров со всего мира, постигая их величие и вбирая в себя силу Чи.